Готовишься, причащаешься и все обратно, то же самое. Почему? Потому что мы не храним это, мы не знаем, как вести духовную брань. Но если ты христианин православный, если у тебя висит крест, если ты крещеный, ты давал обеты вести брань. Этой книгой всякий человек, всякий человек, желающий спасения, научается, как побеждать невидимых врагов своих. Во имя Отца и Сына и Святого Духа так есть и так да будет. Продолжаем, братья и сестры, делиться опытом невидимой брани первую главу. В прошлый раз мы закончили на гордости, она по-прежнему остается с нами, с ней продолжаем. Это сейчас вспомнилась слова Отца Паисия Святогорца, тоже сравнение, что человек без смирения и без делания, говорящий о каких-то божественных вещах, похож на крота, который пытается говорить о солнце. Вот, Крот Николай приветствует всех своих сородичей. Ну, а если орлы смотрят наш канал, то они снисходительно с высоты полета, может быть, что-то подскажут. Ну, вот в данном издании 16-я страница, это первая глава, продолжаем. Ибо какая бы с ними ни случилась прискорбность, они не хотят подклонить выю свою под иго воли Божией, упокаиваясь на праведных и сокровенных судах Его, и не желают, по примеру, смирившего себя ради нас и пострадавшего Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, смирить себя паче всех тварей, почитая любезными друзьями гонителей своих, как орудия божественные к ним благостыни, и из поспешников их спасения. Ну, вот это как и кроту невозможно объяснить, что такое солнце, так и для человека, который не попросил хотя бы Господа показать ему хотя бы краешек своей любви, невозможно, наверное, понять вот смысл такого смирения перед всем, перед вся. Это какое-то так по-светски, по-мерзки получается для человека уничижение, гнобишь сам себя, но это не то. Это вот, когда уровень крота слепого был, то это так и было, когда хотя бы крот чуть-чуть пытается увидеть свет, то Господь ему помогает. Сам он не увидит, а Господь помогает. «Почему очевидно, что они находятся в великой опасности? Имея внутреннее свое око, то есть ум свой помраченным, им смотрят они и на самих себя, и смотрят неверно». Вот это о чем, в принципе, мы и говорим. «Помышляя о внешних своих делах благочестия, что они хороши у них, они думают, что достигли уже совершенства, и, возгордеваясь от этого, начинают осуждать других». Вот Никодим Святогорец это пишет про... говорит, «они». Когда читаешь, то лучше говоришь, что здесь ставить местоимение «я». Оно тогда лучше доходит. «После сего нет уже возможности, чтобы кто-либо из людей обратил таковых, кроме особого Божьего воздействия. Удобнее обратиться на добро явному грешнику, нежели скрытному, укрывающемуся под покровом видимых добродетелей». Это как в евангельском отрывке о богаче, который получил огромнейший урожай, ломает старые житницы, пытается построить новые. И говорит, душе ешь, пей, веселись. И пытается душу накормить тем, что съесть может только тело. И Господь говорит, куда ты все это собираешь? В тот же день могут прийти душу твою забрать. У человека может наступить тот момент, когда душа настолько приземлится и сольется с телом, что о никаких божественных вещах он уже и подумать не сможет. Вот эта ошибка тех, кто говорит себе «поживу, поживу, потом перед смертью покаюсь». Сердце так очерствеет, что и не сможет, и даже помыслы не допустит о покаянии. И придут, и возьмут душу твою. Теперь узнавши так ясно и определенно, что духовная жизнь и совершенство не состоят в одних тех видимых добродетелях, о которых мы сказали в предыдущих сериях. Узнай и то, что она не состоит и в другом чем, кроме как в сближении с Богом и в единении с Ним, как сказано вначале, в связи с чем состоят сердечное исповедание благости величия Божия и сознание собственной нашей ничтожности и склонности на всякое зло. «Любовь к Богу и нелюбие к себе самим, подчинение себя не только Богу, но и всем тварям из любви к Богу, отвержение всякой собственной нашей воли и совершенная покорность воли Божией, и при том желание всего этого и совершение от чистого сердца во славу Божию. Только для одного благоугождения Богу, только потому, что так хочет Он Сам и что так надлежит нам любить Его и работать Ему». Вот согласны с этим в ее сердце? Нет, не согласны, оно противится этому. В нем нет вот той чистоты, чтобы сказать «Да, Господи, Ты прав, и я тоже так хочу». Господь так хочет, оно так нужно для нашего спасения, потому что по-другому оно… Не доспастись чуть-чуть, оно не получится, наверное. Вот закон любви, начертанный перстом самого Бога в сердцах верных рабов Его. Начертанный перстом самого Бога в сердцах верных рабов Его. Вот это о том, как Господь учит нас и как записывается вот этот закон Божий в сердце человека. Не в уме, а в сердце. Ведь сколько мы помним даже на своем примере, на своих родных, вот бабулечки, да, или дедулечки, которые и отчина что-то без ошибок произнести не могут, а когда вспоминаешь их жизнь, вот у них закон Божий, богословие, оно написано на сердцах. И жизнью своей они это доказывают. Они не расскажут, не растолкуют подробно символ веры, как лекцию на час, на полтора. И невидимую брань они не читали, наверное. Господь им давал, они как-то сами вот ее ведут. Сколько из жития святых примеров есть, что святой обращается к Богу, подвижник в пустынник и говорит, ну Господи, покажи мне, кто еще смиреннее меня. Он его отправляет к какому-нибудь сапожнику простому, который ставит пустынника на свое место и смиряет его своим примером жизни в миру. Вот отвержение самих себя, какого требует от нас Бог. Требует, требует, чтобы мы спаслись. Вот благое иго Иисуса Христа и легкое бремя Его. Вот покорность воли Божией, которая требует от нас Искупитель наш, и Учитель, и собственным примером своим, и своим словом. И примером, и словом. Научить может только тот, кто сам делает. Ибо не повелел ли наш начальник и совершитель нашего спасения Господь Иисус говорить в молитве своей к Небесному Отцу, «Отче наш, да будет воля Твоя, як он на небеси, на земли». И сам он, вступая в подвиг страданий, не возглашал ли, не моя, Отче, но Твоя, да будет воля. И о всем деле своем не сказал ли, с недох с небесе, не дотворю волю мою, но волю пославшего мя Отца. «Видишь теперь, братья, в чем дело? Предполагая, что ты изъявляешь готовность и порываешься достигнуть высоты такого совершенства, буди благословенно рвение Твое». Спасение человека – это синергия, соработничество человека и Господа. Он отдал нам свободу, и без нашего рвения, дерзновения, насильно он нас из этого болота не вытаскивает. Мы все-таки должны протянуть руку. «Но уготовься и на труд, пот и борение с первых же шагов течения Твоего. Все должен ты придать в жертву Богу и творить одну волю Его». Что невозможно человеку, то возможно Богу. Однако с самого же начала, вот только ты, да вот это вот, как на молитву вечером, утром встать, да, вот попытайся без лишних мыслей своими силами помолиться. Как дым исчезает, рвение Твое, молитва Твоя, только с помощью Божией. Ну и не остывать, дерзать, 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 стараться. «Но ты в себе самом встретишь столько волений, сколько у тебя сил и потребностей, которые все требуют удовлетворения, невзирая на то, согласны ли то с волей Божией». Все нас отвлекать будет. И тело наше, и воспоминания об этом прожитом дне, да, почему, говорят, полезно перед молитвой, например, почитать что-то, взять из святых отцов, или лучше всего, Евангелие, наверное, конечно. Оно возвращает наш ум, наше внимание Господу. А так вот просто, это вот как надежда, что поживу-поживу и покаясь потом. Нет, вот маленький навык утром и вечером на молитву хотя бы встать, но к ней тоже немножко подготовиться, не оставлять все напоследок, чтобы потом спящими такими глазами со спичками пытаться что-то делать. Но если не было другой возможности, это и так надо. Но Господу все-таки надо отдать лучшее свое состояние, чем самое такое последнее уже и падающее. «Потому для достижения возжеланной тобой цели тебе необходимо сначала подавлять свои собственные валения, а, наконец, и совсем их погасить и умертвить, а чтобы успеть в этом, должно тебе непрестанно себе противиться в худом и принуждать себя на добрые. Иначе должна непрестанно бороться с собою». Борьба с самим собою. Вот захотелось чего-то, а возьми, откажись. Ну, это нелогично, но это твой навык, твой опыт в брани. Помогай нам, Господь. Аминь.